всем здравствуйте меня зовут хелен шей я являюсь художником и сегодня я хочу вам показать свою технику и свой мастер-класс по написанию моей бабочки я знаю что очень много хотели узнать как я ее пишу посмотреть технические моменты и вот сегодня я вам покажу как я это делаю перед тем чем перед тем как начать я вам расскажу про цвет как подобрать цвет где я его ищу как сочетаю расскажу что мы будем использовать для написания этой бабочки и приступим итак для начала я расскажу что нам понадобится нам понадобится кисточка вот такая формат любой от толстого до тонкого потому что мы будем писать небольшой формат вот смотрите это 13 на 18 если у вас есть холст чуть больше постарайтесь холст 20 на 20 найти если у вас нет уберите любой любой формат который у вас есть просто габариты пропорции бабочки будут увеличиваться или уменьшаться зависимости от холста и в зависимости от холста и вы берете кисточку я использую синтетику десяточка мне она нужна для фона и для прокраски контура бабочки дальше нам нужны масляные краски я буду сегодня делать бабочку цвет голубой а фон будет коралловый поэтому мне на палитре белила покажу белила коралловые коричневый марс и голубая и так вот так лучше кажется видно масло масло льняное если у вас нету льняного используйте обычное рафинированное масло оно в принципе подойдет мы не сильно ее используем поэтому мы просто немножечко будем разбавлять маслом мастихин карандаш ножницы бумага влажные салфеточки и бумага обычная салфетки обычной бумаги и если вот такая штучка есть хорошо нет ну выдавливаете краски самостоятельно и еще самый важный самый важный момент это вот такая вот штучка это шкребок если у вас нету шкребка вы можете использовать обычную линейку только пластиковую потому что пластиковая она немножко более заостренная вот здесь потому что если будете использовать деревянные у вас будут слишком толстые полоски но об этом чуть попозже итак давайте поговорим про цвет как подобрать цвет чтобы он был идеальным и что я использую для этого и так существует такое понятие как цветовой круг он очень хорошо наглядно показывает какие холодные какие теплые тона какие с чем друг другом сочетается но я его не использую потому что во первых у меня его нет а вторых как-то так сложилось что я изначально стала использовать свои блага интернет что я делаю когда я понимаю что я хочу написать бабочку я начинаю искать в интернете бабочек смотрю в основном тропических бабочек потому что они более яркие более кислотные в них очень хорошо показан цвет когда я нахожу ту бабочку которую хочу нарисовать я смотрю ее цветовую гамму и понимаю бабочка например бирюзового цвета я захожу в интернет забиваю в поисковике сочетание цветов бирюзы и смотрю с чем сочетается бирюза в основном для фона я выбираю более нежный тон если например мы берем цвет фиалковый или цвет лавандовый дата он хорошо в таких категориях показан как желтый да например желтый лимонный но если мы возьмем и агрессивный яркий лавандовый и агрессивно яркий для фона желтый то это будет получится очень ярко и не будет сочетаться несмотря на то что эти два цвета сочетаются поэтому для основы бабочки вы выбираете более яркие цвета а вот те которые сочетаются они должны более пастельные и так о цвете я рассказала вы можете использовать любой колорит любую цветовую гамму для бабочек главное чтобы ваш фон не перебивал саму бабочку фон должен быть на 2-3 тона светлее и нежнее так технический момент написания бабочки я знаю по себе что написать бабочку ровную пропорциональную сложно даже если вы будете использовать сеточку вы все равно не сможете ровненько нарисовать четко крылышки бабочек поэтому я буду использовать шаблон этот шаблон я для вот этого формата который мы сегодня пишем оставлю под этим видео под этим уроком вы можете его открыть этот файл и просто на все не надо ничего распечатывайтесь у вас нет принтера приложить к экрану лист бумаги или кальку что у вас есть можно лист бумаги к экрану и обвести и будет у вас вот такой шаблон вы смотрите у меня бабочка это я уже вырезала для тех кто будет в дальнейшем использовать мою технику и рисовать такие бабочки как я делаю шаблон смотрите я беру лист бумаги если это бабочка небольшого формата то а4 достаточно складываю пополам складываю пополам также я делала такой же шаблон для бабочки большой которую рисовала на 100 на 120 для бабочки которые у меня 60 на 60 тоже использовала такой шаблон ну там я склеивала газеты чтобы большую бабочку нарисовать для маленького формата понадобится вот такая вот конструкция лист бумаги и смотрите вы смотрите в бабочку как формат который вам нравится то есть у них же очень разная бабочка бабочки вообще очень разные вот это более пропорционально что вверх что низ практически а есть так что вниз более вы вытянуты да с капелькой то есть вы смотрите сами какую бабочку вы хотите нарисовать и делайте ее шаблон просто боковиночку вот так вот я сейчас показываю вам чтобы вы понимали вот так просто рисуйте бабочку какую бы вы хотели нарисовать вот смотрите я на глазочек нарисовала бабочку без всяких сеточек просто половинку и чем половинка это будет интересней и правильнее нарисовано тем вторая половинка будет такой же так сейчас я ее вырежу просто вам показываю как это работает я ее сейчас вырежу так как формат у нас меньше она естественно к этому формату не совсем подойдет ну и другому какому-нибудь может разворачиваю и вуаля но заметьте у этой бабочки давайте я вот так приложите она не подходит к этому холсту давайте я вот так вам покажу заметьте вот эта бабочка еще не до конца сформирована потому что она у нас получается два крыла и все у вот такой бабочки не хватает одной детали когда вы переведете ее на уже холст не забывайте что на самом холсте вы будете показывать еще вот эту часть и соответственно вот эти крылышки они будут заходить вот так вот вот единственный момент который поправляется когда вы будете вот можете его так вырезать потому что тельца у бабочки есть вот смотрите тут мы уже будем тут головку донды дорисовать и уже потом будете рисовать вот такой шаблон бабочки вы можете сделать самостоятельно сложив просто пополам обычную бумагу газету большой лист зависимости от формата вашей бабочки сегодня мы будем писать бабочку вот такого формата она маленькая потому что у меня маленький холст я располагать буду вот так свою бабочку мне хочется ее вот так показать то есть большие длинные части вниз как бы вы удлиненная будет бабочка сегодня помним что у нас здесь будет тельце обводим вы же можете сейчас также вырезать нарисовать себе бабочку если не хотите использовать мою самостоятельно я вот сейчас обвожу ее запомните когда будете обводить на холст обводите так чтобы контур был еле виден потому что карандашик потом очень сложно зарисовать вот я рисую тело обязательно тело потому что мы его тоже будем прорисовывать прорисовывать будем вот так чтобы у нас она была дальше мы показываем что у бабочки еще есть крылышки мы их тоже должны показать не бойтесь крутить свою работу в процессе когда вы делаете формируете основной рисунок и так мы перенесли нашу бабочку на таким вот способом карандашиком не надо углем возьмите обычный карандаш этого будет достаточно не переживайте если где-то вы подумали что вы неровно перевели вам надо просто поместить в центр вашу бабочку потому что основа этой картины бабочка бабочка является центром далее нам надо взять кисточку немножечко окунуть в маслице совсем чуть-чуть смотрите я совсем чуть-чуть это делаю потому что еще вытираю если кисточку вы до этого использовали вытрите ее чтобы она была чистая вот смотрите я уже рисовала сегодня разводила краски поэтому кисточку у меня я ее вытираю хорошо еще раз обмакиваю беру влажную салфетку влажную и так же вытираю почему я сначала влажная не вытерла потому что я использовала уже сегодня кисточку и я ее окунула сначала в масло пропитала маслом потому что масло можно смыть только маслом или разбавителем или мылом но изначально надо подержать кисточку в масле смотрите вытереть сухой тряпочка потом использовать уже влажную вот так вот протерли не сказала про стол смотрите когда вы пишете стол можно использовать как палитру причем это очень удобно потому что после когда вы напишите вы можете взять просто эту бумагу и выкинуть я использую обычную бумагу рулонную я ее постелила поверх стола и использую и использую ее как палитру то есть я прям на бумагу нанесла все цветовую гамму которую я буду сегодня использовать а после как я завершу свой сеанс рисования я просто скручу эту бумагу и в утиль потому что когда я использую палитру мне ее приходится потом оттирать и в общем мне не нравится я вот советую если вы пишете на столе используйте вот так вот стол чтобы вся поверхность стола была задействована и так еще раз окунаю и как вы помните мы будем использовать коралловый цвет если у вас нету кораллового вы можете для фона использовать так как бабочка у нас голубая голубой сочетается с сереньким с бежевым кремовым вообще голубой сочетается с красным но если вы берете фон если вы берете красный то берите не красный а оранжевый и тоже такой более светлый оранжевый не разводите оранжевый с алым или где есть розовинка потому что у вас получится оранжево-розовый и не очень будет сочетаться с синий голубой бабочка поэтому мы берем коралловый и прям разбеливаем разбеливаем очень очень она у нас фон должен быть нежный 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 видите как я я прям разбеливаю разбеливаю довожу до и прикладываю к голубой и смотрю по моему хорошо сочетается да посмотрите как красивенько да мне нравится давайте мы будем работать над фоном сейчас мы должны отвести вот так контур фон у нас будет однотонный кисточка работаем еле дотрагиваясь небо не боимся если заденем наш контур это как бы не страшно мы его потом все равно нашу бабочку будем разрисовывать ну так вот смотрите и уже более не боясь начинаем делать фон нашей бабочки где-то будет темнее где-то светлее не старайтесь довести до абсолюта до добавьте немножко потемнее где-то не старайтесь довести до абсолюта ваш фон потому что фон должен быть даже где-то в просвете крутите свою работу большую бабочку я например 60 на 50 рисовала на полу потому что мне было удобно ее крутить вертеть так не используйте много масла потом вам будет трудно саму бабочку или придется использовать другую кисточку потому что бабочка если будет сильно жирная у вас может не получиться вот эти вот разводы смотрите вот такой вот у нас фон еще немножечко беленького чуть-чуть совсем я люблю когда цвета немного как говорится не в себе цвета не сливаются что цвет как будто просвет есть вот где-то не закрасили оставляйте оставляйте где-то не закрасили оставляйте так берем салфеточку и начисто вытираем нашу кисточку либо используем так вытираем и даем немножечко отдохнуть и поразмышлять на тему на тему бабочек вообще в целом и смотрим я буду использовать для контура синий а внутри будет выбеленный синий то есть контур у нас должен быть бабочка у нас весь акцент идет на бабочку сейчас я вот выдавлю краску смотрите как это работает какая классная штука крутишь ее и она выдавливает пошла и так приступаем прорисовки нашего контура если у вас есть другая кисточка сейчас я посмотрю то используйте другую я буду использовать эту же кисточку немножечко макаю совсем чуть-чуть вот у меня тут мой стол вытираю и беру синий очень так густенько и смотрите что я буду делать бабочка имеет в округлении в контуре более темный тон поэтому мы ее сейчас будем делать темным смотрите берем видите кончик не вся кисточка а только кончик и этим кончиком мы кладем на контур на край контура и вот так вот оп и все и больше ничего и так оставляем очень важная деталь в написании этой бабочки в том что внутри бабочки должен быть жирный толстый слой тех цветов которые вы будете прорисовывать бабочку это должно быть мастихинное пастозное нанесение красок контур я провожу кисточкой потому что мастихином мы можем сделать неровно поэтому опять беру краску и опять так делаем вот у меня спрашивают почему бабочки мои так дорого стоят потому что краски уходит на одну бабочку у меня лично уходит на большую бабочку целый тюбик потому что чтобы нарисовать объемности мне приходится вот таким вот толстым пастозным посмотрите наши крылышки они имеют естественный естественный контур вот она как будто такая да вот рваная резная если вы где-то там задели это не страшно еще раз если вы чувствуете что очень густовато немножечко добавим вот немножечко если чувствуете что густовато не идет краска смотрите вот здесь вот у нас у нас когда мы доходим к этому краю к тельцу бабочки мы должны показать что крылышко идет от тельца не от головки а чуть-чуть ниже это должно быть вот так бабочка крыль крыло вот так тогда мы будем понимать что у нас действительно есть что бабочка у нас настоящая не футуристическая невыдуманная она настоящий просто мы ее так изображаем и доводим у нас тут крыло таким образом чтобы внутри появилась вот такое вот пространство которое мы будем заполнять другим цветом еще раз я немножечко нам мазать так что у меня очень густая краска очень густая такая рваненькая она немножко вот как будто она бархатная то же самое делаем снизу смотрите вот тут у нас идет крыло и крыло тоже надо показать что оно как бы выходит из-под этого крыла из-под верхнего поэтому мы вот ведем вот так смотрите показываем что у нас такими же движениями как бы заводим заводим вот так вот нашу бабочку смотрите мы как бы заводим опять к тельцу чтобы показать где у нас и вот окончательно закончили около тельца также переворачиваем нашу бабочку делаем то же самое с этой стороны показываем что у нас бабочка выходит из-под крыла другой из-под верхнего крыла если у вас получается где-то неровное крыло одно больше другое меньше ну не так сильно конечно ну вы видите не старайтесь ни в коем случае не старайтесь ничего подправлять потому что суть написания этой бабочки в резанности ее поэтому когда мы ее вот так порежем шпателем этих неровности не будет видно нам главное сейчас сделать закладку закладку наших крылышек смотрим где вы видите что немножечко просвет есть этого не должно быть просвета она должна быть очень густо нанесена за счет густоты как раз таки получается это резанность да откуда краски взять вот попробуйте проведите вот здесь вот резаные штучки здесь не получится нету тут тут нету объема а здесь он уже есть просвета на крыльях не должно быть я еще раз прохожу я прохожу до того состояния пока я не вижу что у меня уже прям огромное количество краски плотная что я понимаю что у меня ее можно взять основу это откуда то чтобы порезать мою бабочку и создать вот этот вот эффект и так на этом этапе посмотрите мы сделали густоту нашей бабочки серединку мы не трогали потому что серединка как известно это у нас тельце я думаю что у нас еще помню так вот дело не должно быть такое прям большое вот так вот чуть чуть еще а теперь вам надо снять эту краску я вот так мастихинчиком сниму дальше возьму салфеточку не буду сильно вытирать потому что я буду использовать сейчас свет смешанный внутри потому что голубой буду брать так беру голубой на кисточке он у меня есть и окунаю его в коралл и смотрю что за цвет у меня получается я хотела серединку сделать коралловую но в процессе я смотрю что мне хочется сделать ее более фиолетовой что ли здесь я знаю что сочетается синий с фиолетовым поэтому если у вас нету кораллового возьмите розовый если вы брали то можно розовый взять так окунаю я хочу чтобы моя бабочка была очень очень красивая вот такой цвет смотрите как он фиолетовый я буду наносить этот цвет вот я его уже сделала вот такой вот он у меня получился видите то есть если я его сейчас покрашу здесь он получается красивым мне надо сделать его таким же плотным толстым как и синий для этого я беру розовый добавляю в синий и замешиваю мастихин замешиваю мастихин вот такой цвет у меня получается я его буду немножко вбелила потому что он должен быть светлым он должен быть светлым чем контур вымешиваю и теперь могу наносить тем же мастихином вот прямо так вот смотрите мастихином жирненько накладываю мастихином нет у вас мастихина берете также кисточку так падает у меня кисточка смотрите вот такими полосочками немножко задеваю голубой это тоже хорошо потому что будет видно что переход такой переход дальше продолжаем другую перехожу задеваю прямо специально задеваю чтобы соединить один контур с другим цветом и осталась еще одну крышку слой должен быть как вы видите очень очень толстый почему потому что еще раз я буду постоянно вам отвердить повторять за сегодняшний урок чтобы создать прекрасные полосочки для нашей бабочки и так продолжаем теперь теперь наша бабочка отдыхает мы должны нашей бабочки сделать тень бабочка будет тогда бабочка в объеме когда у предметов это не только бабочки любой предмет должен показывать тень тогда будет видно объем и у нас сейчас бабочка она плоская нам нужно тень смотрите мы берем вот этот вот красивый грязный немножко даже коричневого добавлены грязноватый фиолетово голубой оттенок вы берете голубую вы берете голубую вы берете немножко кораллового если вы используете розовый то розовый немножко коричневого так просто задели чуть-чуть вам надо сделать грязноватенько немножко темноватенько и смотрите что мы делаем мы берем крылышко и от крылышка касаемся подводим контуру смотрите контуру прислоняем так вот чуть-чуть еле так вот касаемся и вот таким образом легкое касание легкое касание немножко размазывает нашу бабочку контур потому что мы захватываем этот контур вот так вот наша бабочка крутим вертим ее осознанно не боимся ничего проблески будут это нормально смотрите наша бабочка имеет полукруг да вот должны показать что это полукруг потому что это крыло оно мы его и потом вот так вот она сматывает вот такая она у нас нежная сегодня выходит давайте возьмем коричневый коричневый синим и прорисуем так тельце наше берете коричневый синим смешиваете таким же толстым слоем на мастихин и вот так прислоняете смотрите прислонили отпустили прислонили и потом прорисовали еще протянули чтобы до конца до конца и у нас делится так смотрим что у нас тут просветы и мы их немножечко час доведем дайте видите как удобно использовать и вот тут где у нас уже хвостик мы его тоже должны немножко протянуть протянуть вот так протянули дальше идем дальше теперь нам надо взять белила берем мастихин вытираем хорошо чтобы не было темных белила вот у меня тут немножко вбелили цвета другие это неважно и вот таким жирным жирненьким делаем точечки-точечки для нашей бабочки хаотично как угодно жирненько делаем беленькие точечки беленькие точечки отставляем смотрим все ли нам нравится все ли мы так сделали хорошо смотрим можно фоном поработать даже вот так вот немножко чтобы везде у нас видите тоненько везде у нас было ну и приступаем к самому завершающему моменту еще раз повторю если у вас нету шкрепка можете использовать шпатель пластиковый не железный можете использовать линейку пластиковую тоже она более заостренная деревянно не подойдет деревянно не получится итак смотрим чтобы у вас чистый он был ваш шпатель вытирайте его вытерли и сейчас самое интересное смотрите берете вот так вот шпатель или линейку вот так вот прислоняете самое интересное что первый штрих он самый самый важный потому что он идет у нас на крыло мы должны смазать крыло смотрите прислоняете ставите прям на белые точки и резко так быстренько раз два три разводить остатки которые есть вот так вот делаем на половиночку на холст а как бы вытираем холст это все очень красиво и дальше теперь вы должны пронять вверх поставить поднять вверх вниз вверх и немножко как бы на скос давайте показывать близко смотрите ставите на беленькая протянули вверх и немножечко на скос видите на скос у вас получается вот такая елочка который дает ваши бабочки воздух опять и вытерли и поехали еще раз рядом совсем близко на скос рядом совсем близко на скос рядом совсем близко на скос не забываем протирать протираем и пошли с этой стороны тоже самое прислонили на скос бабочка должна как бы геометрией играть скос на скос тут вот у нас здесь синенькая немножечко хочется сделать фиолетовый добавить и здесь ведь у меня осталось фиолетовое я прислоняю это краю и проделываю вот такую штуку видите когда мы делаем на скос на скос у нас растягивается наше полотно наша краска вот почему очень важно сделать толстую подложку без толстой подложки не получится у вас в принципе сделать такую бабочку делаем вот так вот удлиняем нашу бабочку удлиняем и завершаем 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 если вы видите что вам кажется что вы где-то больше сделали это не страшно берем кисточку вот пальчиком я тут наделала видите у меня где-то даже белая даже холст остался это очень здорово это прям прям классно смотрите все ли вам нравится и и последний штрих вам надо все равно сделать белые пятнышки берете кисточку или мастихин нет мастихин прошу прощения берете мастихин берете белила и прям вот такими полосочками еще даете акцент на вашу бабочку там где синенькая чтобы выделить напоминаю это абстрактная бабочка она добавьте где-нибудь белила вот тут это бабочка мы понимаем мозгом что это бабочка но она у нас как бы такая интерьерная красивая бабочка тени у нас есть видите у нас есть объем ну и самое приятное во всем этом завершающие завершающие для всех художников это такая приятная вещь как подпись вот тут где я специально если вы не замечали я вам секрет расскажу я специально делаю вот так вот один раз провожу как бы полосочку вот так вот для чего это я как бы делаю чтобы поставить тут свою подпись и вот я подписываю вот такая бабочка интерьерная у вас может быть как в доме висеть так вы можете ее и подарить а может быть даже нарисовать и продать очень красиво смотрится в любом интерьере я очень рада сегодня поделиться с вами моими секретами написание бабочки и если у вас остались вопросы то пишите мне пожалуйста и я еще смотрю что я забыла кое-что сделать беру коричневый на мастихин я думаю что то мне не хватает моей бабочки мастихин и провожу две полоски вот так раз бабочка же все таки мастихин и провожу две полоски вот так раз и два это у нас штрих завершающий конечно же у бабочки должно быть бабочки должно быть усики вот так вот ну что вот такой мастер-класс спасибо что выбрали мой мастер-класс смотрели учились и продолжайте все у вас получится пока пока